Сегодня мы поговорим о том, как правильно выбрать площадку, собрать и настроить телескоп и, конечно же, провести наблюдение. Подготовка к астрономическим наблюдениям начинается в светлое время суток. Нам нужно найти открытое место, по возможности удаленное от высоких зданий, деревьев, а также источников света, которые могут помешать ночью. Отличный вариант – выехать за город. Место для наблюдений лучше определить до захода Солнца, чтобы успеть собрать и настроить телескоп. Убедимся, что площадка ровная, без ямок и канавок, которые не будут заметны ночью. Сборка телескопа может различаться в зависимости от модели. Поэтому стоит обратиться к инструкции к своему телескопу. После сборки займемся настройкой. Развернем телескоп так, чтобы наклон оси прямого восхождения монтировки указывал на север. Для точности воспользуемся компасом. Выставим угол наклона оси прямого восхождения при помощи шкалы на значение, которое соответствует данной географической широте. Расслабим зажимной винт оси прямого восхождения и, меняя положение противовесов, достигнем равновесия между ними и трубой телескопа. После чего закрепим зажимной винт. Сбалансируем трубу телескопа и по оси склонения. Настроим искатель. Для этого вкрутим в окуляр специальную настроечную сетку. Установим окуляр в фокусировочный узел. И зафиксируем винтом. Снимаем крышку телескопа. И направим его на далекий наземный объект. Чем дальше выбранный объект, тем точнее получится настройка. При помощи винтов на искателе соединим перекрестие на объекте с перекрестием в окуляре. Все готово. Остается дождаться ночи. Термос с горячим чаем будет как нельзя кстати. В темное время на астрономической площадке удобнее всего пользоваться фонарем красного света. Он сохраняет темновую адаптацию глаз и позволяет комфортно работать с картами или оборудованием. Нам нужно знать текущее время наблюдений, чтобы определить положение объектов на небесной сфере относительно сторон света. Сделать это более точно поможет подвижная карта звездного неба. Сравним положение созвездий в небе и на карте. Отыщем те, которые нас интересуют. Для ориентирования на небесной сфере и поиска интересующих объектов можно пользоваться приложениями для смартфонов или планшетных компьютеров. Наконец, приступим к работе с телескопом. Расслабив зажимные винты по обеим осям, при помощи искателя наведем телескоп на объект. Закрепим зажимные винты. Поочередно меняя окуляры, выберем оптимальную кратность увеличения и резкость картинки. В ходе наблюдений светила, перемещаясь по небу, будут покидать поле зрения. Догонять их придется, периодически поворачивая винт оси прямого восхождения. Пускай прекрасная погода и душевное настроение сопутствуют вам, а наблюдения впечатляют, захватывают и дарят новые открытия.